Герой Советского Союза Анастасия Александровна Бесиниек не служила в советской армии и не была партийным активистом, да и вообще не состояла в партии. Она вела жизнь обыкновенной советской женщины, работала на железной дороге, растила двоих детей и очень любила свою семью. Но когда на родину напали нацисты, она тут же превратилась в настоящего воина и грудью встала на защиту своих детей, своего дома и своей родины. Анастасия Александровна Бесиниек была руководителем подпольной антифашистской организации в городе Дно, Псковской области. Анастасия Финогенова родилась в 1899 году в селе Дно Дновской области Порховского уезда. Получив начальное образование, девушка непродолжительное время работала на железнодорожной станции, а в конце 1914 года переехала в Петроград, ныне Санкт-Петербург, где устроилась работать на швейную фабрику. В 1919 году девушка вернулась обратно в Дно и устроилась работать в интернат при железнодорожной школе. В 1921 году Анастасия Финогенова вышла замуж за латыша Федора Бесиниека и взяла его фамилию, а вскоре у них родился сын Юрий. В 1922 году Федор Бесиниек получил разрешение вернуться на родину в Латвию, которая в то время была независимым государством, и уехал туда, даже не предупредив свою жену. Анастасия Бесиниек вместе с малолетним сыном Юрой поехала разыскивать мужа, сумев нелегально перейти границу. В течение 10 лет женщина жила в Латвии, где батрачила у прибалтийского барона, была прислугой у аптекаря, работала чернорабочей на фабрике, а затем посудомойкой в немецкой больнице. В 1926 году у нее родился второй сын, Константин, а в 1932 Анастасия Бесиниек с двумя сыновьями вернулась в дно. В родном городе Бесиниек устроилась работать весовщиком на железнодорожной товарной станции, а затем проводницей железнодорожных вагонов. 6 июня 1938 года Анастасия Александровна была арестована по ложному доносу и 27 октября приговорена к 10 годам лишения свободы, как латвейская шпионка. Однако 18 сентября 1939 года дело было прекращено и Бесиниек была освобождена. Друзья, позвольте вас прервать буквально на пару минут и познакомить со спонсорами этого видео, ведь без их помощи не было бы этого и многих последующих фильмов. В интересное время живем, вроде жалуемся, что цены растут, а доходы падают, но вот только какой город не возьми, возле каждого своя маленькая рублевка, которая с каждой неделей расширяется. Загородные домики строят такими темпами, словно полстраны решила уехать на дачи. Но с другой стороны стройка дело хорошее, и заработать на ней могут многие. Потому что для каждого дома нужны не только рабочие, но и те, кто этот дом спроектирует. Заказов очень много, и заняться этим могут не только те, кому надоело махать рабочим инструментом и таскать мешки с цементом, но и люди, вообще занимавшиеся раньше другим делом. Настоящая мужская работа с достойной оплатой, а главное по-настоящему интересная. Не хватает там пока только специалистов, и для этого разработали специальный курс. Вас обучат трем основным технологиям проектирования загородных домов, подготовят к работе в специализированных программах, объяснят, как искать клиентов и вперед к достойной жизни и интересной работе. Для знакомства с учебным курсом проводится специальный вебинар. Это бесплатно. Зарегистрироваться для участия в нем можно по ссылке в описании к ролику. Там также можно будет вживую задать все интересующие вас вопросы, и узнать всю конкретику об этой интересной профессии. А дальше творить, создавать и получать за это достойные деньги, работая на дому. Проектируй загородные дома дома. Работа будет всегда. После освобождения женщина вернулась работать на станцию Дно, весовщиком товарной станции. Вскоре началась война. 18 июля 1941 года председатель Дновского райисполкома Василий Иванович Зиновьев и секретарь Дновского райкома партии Матвей Иванович Тимохин организовали партизанский отряд, получивший название «Дружной». Перед уходом из города они встретились с Анастасией Бесинеек и предложили ей стать старшей в группе подпольщиков, оставляемых в городе. Анастасия приняла предложение, отказавшись от возможности эвакуироваться в тыл и оставшись с младшим сыном Константином в городе. Старший сын Бесинеек Юрий стал связным партизанского отряда. На следующий день, 19 июля 1941 года, город был оккупирован немецкими войсками. Осенью 1941 года подпольщики проникли в городскую типографию и раздобыли для партизан шрифт и другие типографские принадлежности. После этого партизанами начала регулярно выпускаться районная газета «Дновец». Также для партизан подпольщиками был добыт радиоприемник. Во время вражеской оккупации Бесинеек распространяла в депо советские листовки, а также тиражи газеты «Дновец», призывала рабочих саботировать работы на транспорте, организовывать заторы и крушения, портить железнодорожные пути и подвижной состав. Она привлекла к подпольной работе и обучила двух молодых помощниц – Зинаиду Егорову и Нину Карабанову. Егорова, работавшая официанткой в столовой при немецком аэродроме и общавшаяся с летчиками и техническим персоналом, организовала записи сводок Софинформбюро из Москвы, а впоследствии установила контакт с разведчиками Красной Армии и помогла им организовать взрыв штаба авиационной части. Карабанова, устроившись на работу уборщицей в воинской части и будучи привлеченной к уборке урожая в питомнике, установила связь с советскими военнопленными и передавала им еду, гражданскую одежду, медикаменты и листовки. Одному из военнопленных, обратившемуся за помощью, Анастасия Бесиньяк через Нину Карабанову передала карту и компас, что позволило нескольким военнопленным сбежать. Первым связным, отправленным к Бесиньяк из партизанского отряда Василия Зиновьева, стал ее старший сын Юрий, который рассказал матери о переходах отряда, расположившегося на юго-западной окраине Дновского района, вблизи озера Белое. Она, в свою очередь, передала через сына в отряд сведения о состоянии дел в оккупированном городе, включая информацию о расположении комендатуры, охранной роты, временного аэродрома и замаскированных немецких орудий, которые спустя несколько дней были уничтожены советскими бомбардировщиками. Также Бесиньяк передала информацию о ходе ремонтных работ в депо и жителях города, сотрудничавших с оккупационной администрацией, предателях. Впоследствии и другие связные партизанского отряда Зиновьева ходили на связь в дно, передавая Анастасии советские газеты, агитационные листовки, различные поручения и получая от нее информацию о положении дел в оккупированном городе. 2 октября 1941 года на участке Вязье-Бокач, линии Новосокольники-Дно, партизанским отрядом Василия Зиновьева была организована крупная диверсия. С подрывом эшелона с двумя паровозами и платформами с танками и орудиями. Это вызвало длительное нарушение железнодорожного сообщения и задержало переброску воинских частей. Сведения о движении и вынужденной стоянке эшелона были оперативно переданы в отряд через связного Анастасии Бесиньяк. В начале ноября 1941 года она сообщила Зиновьеву о готовящемся к отправке и усиленно охраняемом крупном эшелоне с военной техникой. Ночью возле станции Бокач, Дедовический район Псковской области, эшелон был подорван диверсионной группой из пяти человек, в состав которой входил старший сын Анастасии Юрий. Осенью 1942 года партизанский разведчик Дмитрий Яковлев, работавший до войны машинистом и бежавший из плена, направился на явку в дом Бесиньяк, имея намерение заодно навестить и родителей. Однако он не позаботился о поддельных документах и при проверке попался одному из немецких полицаев, который арестовал его. Этот арест встревожил Анастасию, но она все равно осталась в городе. Вскоре Анастасию и ее сестру Евгению вызвали на допрос, а затем показали их избитому до полусмерти Дмитрию Яковлеву, но он упорно отрицал знакомство с сестрами. Вскоре их отпустили, а его расстреляли. В течение 1942-43 годов Анастасии Бесиньяк удалось устроить несколько диверсий на железной дороге. Машинисты Давыдов, Капустин и Скриповский закладывали переданные Анастасии паровозные мины в паровозы, что привело к крушениям эшелонов на различных направлениях. Летом 1943 года Бесиньяк была неожиданно арестована агентами немецкой полиции. Так как улик против нее не было, то через месяц ее выпустили из тюрьмы. Как впоследствии выяснилось, это было сделано с целью организации за ней слежки для выявления ее контактов. Вернувшись домой, Анастасия от отца узнала о массовых арестах в результате предательства подпольщиков, пытавшихся организовать побег группы военнопленных. Понимая безвыходность своего положения и предчувствуя новый арест, Анастасия решила во что бы то ни стало передать партизанам, вновь активизировавшим диверсионную деятельность, оставшиеся у нее связи с уцелевшими подпольщиками. Покинув ночью город, она трое суток ходила по окрестным деревням, пока не нашла нужных ей людей. Возвращаясь домой, Анастасия узнала от знакомых, что ее родители и сын Константин арестованы гитлеровцами. Опасаясь за жизнь младшего сына, старший сын Юрий к этому времени погиб в партизанском отряде, женщина отказалась от мысли скрыться из города и вернулась домой, где ее ждала засада. Она была арестована, а ее родители и сын вскоре были отпущены. Гестаповские следователи ничего не смогли добиться от бессинеек. Истерзанную пытками ее перевели в концлагерь Заполянья. Об этом лагере ходила страшная молва. Его называли лагерем смерти. Анастасия Александровна была помещена в барак, где находились подследственные. Сначала шли мучительные допросы, а затем так ничего и не добившись от сильной женщины 13 октября 1943 года ее расстреляли. Анастасия Александровна Бессинеек не выполнила приказ немецкого офицера стать перед ямой на колени. Советская патриотка приняла смерть стоя. Последними словами ее были слова партийного гимна. Это есть наш последний и решительный бой. А через несколько дней на месте расстрела Бессинеек запылали огромные зловещие костры. По приказу Гиммлера Порховская СД уничтожала следы злодеяний. Сжигались останки жертв. Лагерь Заполянья быстро ликвидировался. Почти неделю ни одна живая душа не появлялась на месте бывшего лагеря смерти. Лишь резкий осенний ветер кружил мертвые листья с высохших деревьев. А через три месяца эти края были освобождены Красной Армией. О героической деятельности Дновского подполья стало известно только после окончания Великой Отечественной войны. За мужество и героизм, проявленный в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года Анастасии Александровне Бесиньек посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В городе дно ее именем названа улица, а на железнодорожном вокзале установлен памятный знак. Командир партизанского отряда Василий Иванович Зиновьев 18 января 1942 года пал смертью храбрых от вражеской пули. Он удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Константин Оскарович Бесиньек, потеряв мать и старшего брата Юру, в 1944 году был призван в Красную Армию, а после войны он жил обычной жизнью в Новгороде и работал на заводе «Волна». Ветеран войны и сын Героя Советского Союза умер в 2010 году в своей квартире на 85-м году жизни. На этом у меня все. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok